Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседа с батюшкой» и я, ее ведущий, Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, протеерей Николай Соколов. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей! Мир вам, братья и сестры, дорогие телезрители! Бог нас всех благословит! Сил, здоровья, радости и утешения всем вам! Спасибо, Господи! Отец Николай, мы вас позвали, можно сказать, так не случайно, совсем скоро будет празднование Владимирской иконы Божьей Матери. И, как всем известно, в вашем храме находится чтимый образ этой иконы. И, можно сказать, в храме у вас будут такие торжества. И первый вопрос, который бы хотел задать. Расскажите, пожалуйста, об истории празднования, истории иконы Владимирской Божьей Матери. Дорогие братья и сестры, я думаю, что многие уже знают эту историю, читали ее в различных учебниках, на источниках житии. Потому что это одна из самых великих святынь православного мира, да вообще всего христианского мира. Считается, что это первый образ, у которого начались все остальные изображения Богоматери. Тот образ, который перед нами, и который мы праздник празднуем, означает то, что Россия является Домом Божьей Матери. И она растерла над ней свой покров через многочисленные иконы. И в том числе, вот одна из первых, иконы, именуемые Владимирской. Слово Владимирское стало употребляться в ней примерно с 17-16 века. После событий, когда она была принесена при надшествии Тимирлана из Владимира в город Москву. И с тех пор, фактически, она Москву не покидала. За исключением нескольких лет военного времени Второй мировой войны. Икона бытует свое происхождение, как мы знаем, из Византии. По крайней мере, точно установлено, что она принесена из Византии, в Ижгород, под Киев. Некоторое время находилась там. И уже князем Андреем Боголюбским принесена в город Владимир, где он основал новую столицу. Прошли годы. Мы сегодня видим этот дивный образ, который передает нам удивительное выражение Богоматери. И если посмотрите в ее глаза, то увидите, что она о вас все знает. Она вас любит. Она ждет от нас просто молитвы. И мы, когда молимся, милосердие двери отверзли нам благословенная Богородица. Смотришь на этот лик и знаешь, что Божья Матерь тебя любит, слышит и исполнит все, что нужно тебе, если это будет желанно ее сыну. Тысячи людей сегодня приходят перед этим образом молиться. И милости Божьей уже совершают, и литургии совершаются, и молебны совершаются, так как образ находится в действующем храме-музее. История этого образа трудная, непростая. Она была икона после перенесения ее из Владимира в Москву, в Центральном соборе России, Успенском соборе Кремля. Выносили ее не каждый раз, она не всегда была доступна. По историческим памятникам ее выносили большие торжественные праздники по время коронации, в заменении на престол, интернизации нового архиерея-патриарха. Так всегда там были и другие иконы, которые заменяли ее. Она хранилась в ризнице. Вообще она принадлежала даже не церкви, а по документам она принадлежала царской семье, царскому дому. И вот после революции икона была перенесена сначала в исторический музей, и затем уже в Третьяковскую галерею. До этого события, вы знаете, многие, наверное, знают, что перед ней совершилось великое благословенное чудо для России. Был избран после цинодального периода первый патриарх московский, феярусий, святитель Тихон. Это случилось перед этим образом. Ее специально принесли в храм Христа Спасителя. И там старец Алексей Засимовский, который, к слову сказать, был клириком одно время нашего храма. 28 лет прослужил дьяконом в нашем храме. И вот уже будучи старцем и чтимым всей России, ему Господь судил вынуть жребий перед этой святой иконой святителю Тихону. И вот сегодня, видимо, по молитвам этих святителей икона принесена из залов галереи тот же, в общем, зал галереи, который называется храм-музей. Действующий православный храм, которому более 300 лет. Храм известный в Москве. Историю я не буду рассказывать. Можете прийти, посмотреть. У нас есть буклеты, все можно увидеть. Но после долгих реставрации и запустения храм приобрел тот вид, который он имел при Павел Михайлович Третьякове. И в нем разместились многочисленные иконы, более 200, которые раньше люди никогда не видели. Они находились в запусте как галереи. И сегодня они являются украшением интерьера храма. И, конечно, самая великая святыня Владимирская находится в центральном алтаре Духа Святаго Сошествия, в специальном киоте, который защищает ее, дает возможность и помолиться, поклониться. И в то же время икона полностью защищена. Она очень древняя. И, конечно, насчитывает более тысячи лет. Подтверждено точно, что это происхождение византийское. Вот то, что мы видим, лик, который мы видим, это в Византии X-XI век. Мы знаем, что под ней еще есть записи. И сейчас были исследования, которые показали, что икона была первоначально совсем другого вида. Она была выносной. То есть ее выносили как знамя на высоком древке, чтобы ее все видели отовсюду. Так примерно, как знают, запрестольные иконы наши были. Это подтверждается исследованием. И что последнее было исследование проведено, что она была тоже двухсоставной карпой. То есть ее задняя сторона была, тыльная. Там было изображение, не то, которое сегодня есть, и которое приписывается периоду Андрея Рублева. А там было изображение сверителя Николая. И вот удивительно, что икона сейчас в Никольском храме. И сегодня мы имеем возможность видеть ее во всей ее красоте, после того, когда с нее сняты определенные записи, сняты те драгоценные оклады, которые закрывали во многом ее, которые находятся в вооруженной палате Московского Кремля. И икона предстает перед нами во всей трогательности, нежности и исполненной той любви и мира, которую Богоматерь являет всем чтущим ее. Вы сказали храм-музей. Скажите, пожалуйста, но ведь в ваш храм можно пройти свободно или нужно покупать билет, как в музее или как? Храм является одним как бы из залов Третьяковской галереи. Но в нем особый режим, который согласовывается с дирекцией музея. И по этому соглашению, которое было уговорено все это, и с патриархией, и с дирекцией, храм, как действующий храм, утром, когда происходят литургии и молебны, можно входить бесплатно. То есть, ну, когда заканчивается период литургический, скажем, где-то в 11-12 часов дня, храм закрывается уже для посещения паломников и тех, кто пришли просто поклониться святыням, а открывается как музей. И поэтому в нем также можно спокойно пройти, но купив билет в Третьяковскую галерею. Вечером, по окончании, после пяти часов, храм также открыт спокойно для посещения, без билетов, и можно прийти с малого Третьяковского переулка и постоять за все ночные, за утренние, возьмем, какая будет служба. То есть, полноценный приход, который... Полноценный приход, только днем. Днем у нас идет экспозиция. Батюшка, скажите, как происходит взаимодействие церкви и музея? Ну, мне кажется, что это достаточно сложный процесс. Как вы выживаетесь, вот, как богослужебная жизнь, и именно музейная жизнь? Есть ли какие-то сложности? Перед вами священник, который на протяжении уже 25 лет является одновременно и настоятелем храма, и сотрудником музея. К этому нужно было прийти не просто, чтобы священник одновременно занимал как бы две должности. И фактически я работаю в галерее и получаю содержание от государства. Здесь две трудности, потому что одновременно это храм действующий и храм-музей. И как музей он имеет свой режим, свои определенные установки, свои правила посещения. Скажем, во время экспозиции нельзя поджигать свечи и лампады. Мы только допускаем горение лампад перед Владимирской, потому что очень много людей приходит и в экспозицию, и молятся перед ней, но свечи не сжигаются. И еще лампада горит перед чудотворной иконой Иверской, которая тоже в нашем храме находится. И моменты совершения богослужения мы обязаны согласовывать с дирекцией. Поэтому все расписания богослужений и тех или иных событий происходят в храме с точки зрения храма бытия, как действующая храма, мы согласовываем с галереей. Но, милостью Божией, за все эти 25 лет все трудные вопросы, которых было немало, решались, в общем-то, положительно. То есть при желании о всем можно договориться. И сегодня, на моей памяти, это уже четвертый директор музея, которые пришли к нам за этот период времени. И храм, музей тоже имеет свои особенности, потому что в нем проводятся концерты хоровые, подчеркиваю, не вокальные инструментальные какие-то там, а именно чистый хор. Хорная музыка. Да, у нас прекрасный хор в храме, который, может быть, кому-то известен, кому-то неизвестен. Это хор Государственного Третькурса галереи. Под руководством заслуженного артиста России Алексея Пузакова. И сегодня этот хор наполняется и составляет ядро хсенодального хора. И, милостью Божией, почти каждый день, кто желает послушать произведения церковные в храме, в окружении икон, тот, значит, заказывает специальный билет, и для них устраивается экскурсия с хором. Вот по окончании осмотра галереи эта группа туристов приходит, в основном иностранцы заказывают, приходят в галерею, в храм, и там они слушают выступления, концертный хор. Хор, минут 30-40, исполняет те или иные произведения, которые они заказывают, или они сочетают нужными. Ну, так вот мы существуем, нам разрешается и колокольный звон, и крестные ходы, и ночные богослужения, только все нужно оговаривать. Ночному мы обычно служим на Пасху и Рождество, как другие храмы. К сожалению, мы ограничены временем, у нас режим с 8 утра до 8 вечера. Но это как... Но иногда бывает и позже, когда нужно, мы идут на встречу, и мы просто договариваемся с спецслужбами, которые помогают нам в этом отношении. По крайней мере, за все годы я не встречал никакого противоречия. Трудности были, повторяю, не сегодня есть, видимо, будут, но это реальная наша жизнь. Но все можно договориться при желании и при хороших, добрых отношениях. Поэтому я сердечно благодарю всех тех, кто приходит в галерею и посещает наш храм, и благодарю особо хранителей, которые музея, которые и сохранили для нас такую коллекцию великую, коллекцию святынь, такие, как Владимирская, Иверская, Дмитровский крест, многочисленные иконы, которые могли бы без их участия погибнуть. Матис Николай, простите, я, может, немножко неправильно скажу, но у вас ли в храме в память Рахманинова совершается всенышная под руководством хора как раз Пузакова? Или я ошибаюсь? Нет, вы не ошибаетесь. И в нашем храме, и рядом с нами в храме всех скорбящих радостей на Ордынке, как в Москве считают, совершается это всенышное в день Рахманинова поется. Дело в том, что наш регинат, Алисий Александрович Пузаков, он воспитанник Николая Васильевича Матфеева, измешнего регината московского, который в свое время эту всенышную постоянно пел в советский период именно в этом храме. И мы еще студенты, молодые из консерватории приходили и с удовольствием от Великим постом особенно получалась эта память Рахманинова где-то в апреле месяце и марте, и слушали это великое произведение, когда нигде было еще его нельзя было услышать. Когда Алексей Александрович пришел рейнентом в наш храм, а он теперь совмещает и работает как основной рейнент нашего храма и помогает там, то он эту традицию привел к нам. И теперь бывает год там поется, год у нас по-разному. Но это традиция есть. Скажите, пожалуйста, кроме иконы Владимирской Божьей Матери, какие еще есть святыни в вашем храме? Именно вот... Ну как Владимирской, вот если мы пойдем по иконам Богоматери, то после Владимирской, пожалуй, самое удивительное, что вот уже на протяжении восьми лет в храме стоит икона Иверская. Это та именно Иверская икона, которая находилась в той часовне, которая восстановлена. Считалось, что она утеряна. И когда часовню построили, помните там, это кто помнит, что заказали новую икону на Афоне или от других икон, и только со временем, уже когда часовня действовала, эту икону оборужили у нас в запасниках. Ее расчистили, увидели, что она именно та икона, которая была там, в этой часовне. Благодаря тому, что когда сняли записи и вот те, как бы, задник икона был обит специальными такими бархатными одеждами, вот эти одежды убрали, то из них посыпались монетки эпохи Алексея Михайловича. То есть, это ясно, что это была икона, которая с тех пор находилась там, она была воносной, и люди просто клали монетки, туда засовывали, они остались там. Икону не реставрировали до конца, ее расчистили и оставили вот с памятью о том, как люди поклонялись ей. Она, как сейчас говорят, зацелована до дыр. Буквально вот ручка и ножка спасителя, и рука Богоматери, уже ее нет, просто оплошная доска осталась. Ну, это вот проявление нашего такого особого христианской ревности и любви к нашим святыням. Вот это вторая святая святыня, которая тоже доступна, находится в Киоте, за счет ченом, конечно, теперь, как и Владимирское, воздействие. Третья святыня, тоже икона Богоматери, это Утали Моя Печали. Она не очень известна, исконно известная сама, но та, которая у нас тоже считалась чудотворной, и ради нее построен предел покрова Божьей Матери. Недалеко живущие купцы, которые были знакомы с Павлом Михайловичем Дритяковым и его домом, получили радостное известие, что дочка у них исцелилась от тяжелой болезни. Это Демидовы, известный дом Демидовых. И благодаря их пожертвованиям храм стали реставрацию делать и соорудили покровский предел. Ну, хотели сделать в честь иконы Божьей Матери, но почему-то консистория Московская тогда не разрешила это делать. Не принято было в честь иконы. Любой праздник Богоматери вы делайте, и поэтому решили в честь покрова. И вот покровский предел является хранителем этой иконы, которая сейчас была до закрытия храма тоже у нас. Храм был закрыт в 1929 году и открыт в 1992. Но икона сохранилась. Она находится в левом пределе на своем месте. И в этом же пределе находится величайшая святыня России. Это так называемый Дмитровский крест. Я об нем тоже мало знал, что до тех пор, пока на него мне не указал святейший патриарх Алексей Второй. Когда он был на одной выставке, то этот крест выставлялся. Он меня подозвал, сказал, что отец Николай, вот видите, какая святыня у вас, это же Дмитровский крест. Пожалуй, это единственный крест деревянный, сохранившийся со времен крещения Руси. Такой, как именно большой крест, который в храме ставится. Да, он был в очень плохом состоянии. И святейший говорит, если есть возможность, постарайтесь, чтобы он был в вашем храме или храме музея, чтобы для поклонения. К нему невозможно прикладываться, потому что он очень ветхий, понимаете, к кресту более 800 лет. Его история известна тоже. Потом я прочел, это есть описание этого креста чудотворного. Это была самая великая святыня города Дмитрова. Подмосковного города. И люди со всей России поклонялись этому кресту, приходили, получали многочисленное исцеление. Крест был окован золотом весь. Конечно, золото в свое время сняли и крест поставили в Тире, чтобы в него стреляли. Если вы сегодня придете и увидите, что он весь пробит пулями. Это реальность. Вот многострадальный крест. Но, видимо, когда уже надоело стоять, его просто выкинули на свалку. И благочестивые люди, понимающие, что это такое святыня, какими путями нам неизвестно, доставили его в музей, и он на протяжении многих десятилетий хранился за пустяках галереи. Слава Богу, что он сохранился. И работники галереи, реставраторы перевели его в тот порядок, который можно придать кресту, которому по четыре череда. И он сегодня занимает это место, находясь на втором кресте, чтобы как-то укрепиться. Вот это еще одна святыня. Есть еще много святынь, которых у нас есть и иконы. Это икона Казанской Божьей Матери, которая написана спустя буквально несколько десятилетий после обретения самой иконы Казанской. Она у нас находится в Никольском пределе. Действительно, Николай, очень древняя икона, и икона Иоанна Претечи тоже 14-13 века. У нас был в свое время предел Иоанна Претечи, давно еще до передела храма. А храм у нас был построен в упоминании 1625 год, первый построен раньше, а затем переделывался, и он стал уже, тот вид приобрел уже после войны с Наполеоном 1812 года. В храме на протяжении более года жили люди, которые остались без крови, воскла сгорела. И после того, когда люди отстроились, нужно было храм вновь приводить в порядок. И тогда уже по благословению митрополита московского святителя Филарета Дроздова был еще достроен колокольник, пристроены вот эти пределы. Сам владыка благословенных росписей, как расписывать, расписывали близкие к кругу Третьякова художники, и сам освещал эти пределы. Так что пределы освещены митрополитом Филаретом Дроздовым. Крапиду остались того освещения. Вот эти святыни ряд других находятся в нашем храме. И мощи, которые уже в период когда храм стал действовать, поступали к нам из разных источников. В том числе и галерея отдала свои святыни мощевики, которые у нее хранились по нашей просьбе. Это показывает, что мы имеем самое доброе отношение с галереей. Скажите, есть ли еще какие-то святыни, наверное, иконы, в Третьяковской галереи, когда приходишь, много видишь, которые не в храме. Много святыней. Много святыней. Галерея – это собрание святыней. Там что ни икона, то святыня, что ни образ, то история. Поэтому сейчас экспозиция доступна всем. И если вы зайдете в первые залы, еще до монгольского периода, потом период монгольского нашествия и что далее, вы встречаетесь с величайшими святынями, такими, как икона Свенской Божьей Матери, тоже считалась второй после Владимирской. И вот не так давно с тщанием и благословением святейши, бетархи Кирилла, усилием Владыки Меркурия, митрополита, была написана копия, которая бы перенесена в те пределы. И каждый год эту святскую икону можно переносить теперь в храм, когда возможно совершаем благослужение в специальном киоте. то есть все иконы, которые возможно перенести и которые мы знаем, переносятся в храм во время их праздника, в том числе и величайший образ Святой Троицы преподобного Андрея Рублева. Может, кто-то знает, кто-то не знает, но каждый год уже на протяжении более 15 лет эта икона во время периода Троицы на 4-5 дней переносится в галерею. из галереи в храм и все, кто ожидает прийти и уже поклониться перед ней, почитать Акафис Троица, может это сделать. Так что там очень много святынь в галереи и кто знает, тот сюда приходит Донская икона Божьей Матери. Я просто вспоминаю сразу, потому что это все есть в галереи. И на сегодняшний день эти святыни, они одновременно и музейные, и церковные, потому что не воспрещается никому молиться перед ними и в дни их праздников они помещаются в Донской монастырь, Троицы в наш храм и так, видите, это все можно. Скажите, а сами люди, которые являются хранителями, они понимают, что они хранят? Выражается ли это в какой-то отношении к ним? Конечно, понимаю, да. Во-первых, это очень высококультурные и глубоко знающие люди, под которые, я бы так сказал, имеющие страх Божий. Я не говорю, что там кто-то церковный, не церковный, кто-то крещеный, кто-то не крещеный, это уж лично их дело. Но люди понимают, что в их руках величайшее достояние России, великие святыни, которые определяют в том числе и их судьбу, потому что невозможно быть хранителем той или иконы, той же Владимирской, и остаться равнодушным к ней. Невозможно подойти к донской иконе и не пронить слезу, умиления и радости. Я вспоминаю, когда здесь было событие, когда впервые за многие, может быть, десятилетия или столетия даже, писался образ Владимирской, копия, чтобы отпраздновать 600-летие принесения ее в Москву. И вот тогда этим святыням нашим галерийским перед ними молился слезно. Многие молились, но в том числе и Архимандрин Зинон, которому святейший патриарх поручил писать этот образ. И вот он 40 дней молился, постился, фактически ничего не ел, но написал прекрасный образ, который потом шествовал из Кремля Цветинский монастырь, где ее встречала сам первый образ Владимирской, который в то время был помещен в этот монастырь для этого праздника. Это было величайшее событие того периода времени. Это 96-й год. И вот отец Зинон показал как художник и как священник все эти святыни, которые здесь, они не утратили своей духовной силы и по сегодняшний день. И несмотря на то, что они в музее, это величайшие святыни православия. Я вспоминаю свою молодость, когда не было еще храма в Толмачах, он был закрыт, и многие проходили, не знали, что это храм, но их святыни находились все в галерее, и можно было с ними подойти. И у меня были знакомые монахини, которые еще были в Маринской обители, из других монастырей. Когда эти дни были праздников, приходили в этот день сюда, в галерею, даже в дни, когда галереи закрыты, их пускали сюда сотрудники. И они здесь кланялись, пели акафисты, молились и почитали вот эти великие святыни. Так что святыни никогда не оставятся одни. И сегодня можно наблюдать, если придут люди, как у нас почти непрерывно звучат молитвы, даже в баринной экспозиции. Люди стоят в бухгалке, читают спокойно акафисты. То есть молитва не прерывается с начала открытия храма и до его закрытия. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот как все-таки правильно вот, пожалуйста, рассудить, так как вы и сотрудник, и священник, и настоятель храма, где должны храниться святыни. В музее все-таки или в храме? Тут нельзя говорить однозначно про каждую икону. Если мы говорим о святынях, как таковые, которые предназначены для поклонения как святыни, они должны в храме выйти. но если мы говорим о тех святынях, которые прошли испытания временем, были сохранены в музее, и которых сегодня поместить в храм было бы очень опасно, с одной стороны, потому что не все храмы имеют ту защиту, которые должны бы иметь охрану, сигнализацию, климат, и поэтому есть опасность эти иконы утратить. И мое мнение здесь не имеет никакого значения, потому что я твердо убежден и могу всем сказать телезрителям, что не мы выбираем, где быть иконам, а икона выбирает, где ей быть. Это подчеркивает вся история христианства. Мы знаем, когда икону помещали в Центральный собор, она исчезала. Когда ее помещали на вратах, она исчезала. Помните историю Сыверской с другими иконами? Поэтому если сегодня икона находится в музее и музей ее хранит, это великая радость для нас. Если еще музей доступен для посещения и мы можем молиться перед ней, это и двойная радость. А если музей еще имеет храм-музей, это вообще великое счастье для всех и всех. Об этом мне сказал тоже патриарх Алексей Покойный Второй, когда в 92-м или 3-м году, после событий известных вам, когда Владимирская спасла Россию от междоусобной брани, в то время его возили в Еловский собор и молилась патриарх, еще икона находилась в музее. Он всегда приезжал в экспозицию в эти дни и просто служил перед ней молебет. Это не запринялось, и наш детский хор еще, я только стал, там первый год там был еще, храм был разрушен, мы в святейшем перед молебет и всегда это было очень умилительно, подчеркивало, что икона на должном месте почитаемая. То есть действительно, потеряв икону, мы теряем символ некий, символ целой России, ведь сколько событий было связано с ней. Это чудом, что эти иконы, в том числе и Владимирское, остались целы, предания говорит, и даже Акафисты говорит, которые все об этом, что в свое время при нашествии Батвии и другие были, какие тяжелые времена, все до тла сгорало, ничего не оставалось в храме, одна икона была цена. Это же обратившись к истории, вот можно понять такую схему, когда ее забрали с Киева, Киев был сожжен во Владимир, столица этого княжества, которую основал Андрей Боголюбский и потом современно перешла в Москву и Москва стала столицей, центром Руси и сейчас находится и поныне. Скажите, пожалуйста, а вот какие условия должны соблюсти храм, вот в Донской, например, привозят такую на Донского монастыря, вот сложен ли этот процесс, чтобы святыня из Третьяковской галереи, в частности из храма Сити Николая бывала где-то в другом месте, где, возможно, исторически была когда-то там много веков назад находилась там? На сегодняшний день это не такой сложный вопрос. Еще лет 20 назад это было вообще невозможно, и об этом даже невозможно думать. Но даже сегодня принести, скажем, икону в Донской монастырь, Донская икона, заставляет как бы работать очень многие структуры. прежде всего икона должна быть правильно защищена. Для этого нужен киот специальный. Промыслом Божием в свое время, когда еще был только вопрос, поднимался о том, где быть иконей Владимирской, это не просто решался вопрос, потому что кто-то был за, кто-то против, и музейное общество было не совсем единодушное, и государство было неспокойно, Господь послал нам человека удивительной доброй души и сердца, это Крюков Валерий Викторович, директор Московского завода полиметаллов. Благодаря его энергии и многим другим людям, его соцработникам, удалось создать несколько киотов-капсул, которые были одна лучше другой, но одна была удачной, другая еще лучше и так далее, они все сегодня имеют применение, и благодаря вот этой работе очень дорогостоящей, сегодня мы имеем выносные киотов-капсулы, так как Донская, которые помещаются в монастыре и подсоединяются ко всем параметрам защиты, и после этого прибывается икон Донской и помещается несколько дней там, и все имеют возможность перед ней молиться, в дни ее празднования. В принципе, технически это можно сделать для любой иконы, для этого нужно иметь средства, иметь правильную договоренность и желание, которое подчеркивается письмами в определенные инстанции, потому что сама по себе никто ничего не сделает. Когда мне приходят и говорят, почему вот вот икона, вот сегодня праздник такой, а икона вот Тулкская, находится здесь, и какая-то еще и там у вас здесь, я говорю, так во-первых, никто не спрашивает. Был случай, что у нас здесь прекрасное изображение Феофана Грека, там есть предображение Господне, известное откуда, икона Благовещения, эпохи Иоанна Грозного, такое Устюрское Благовещение, почему она, где, она должна быть там в Кремле, люди сразу определяют, где она должна быть. Исторически, да, но икона сама знает, куда идти, и если нет каких-то посылов, нет желаний вашего, моего, или кого-то еще, и, конечно, прежде всего, мы должны брать благословение во Священном Начале, во Святейшем Патриархе, и в Синодах, чтобы сделать те иные прошения для перемещения этих святынь, тогда и будет все сделано. Есть такие случаи, которые успешны. Есть такие случаи, такие могут быть и успешные случаи, есть и не совсем успешные, есть успешные, все это есть, но это жизнь. Иконы – это живое существо, которое живет с нами вместе, нашей жизнью, для нас, и ради нас. Это надо помнить. Сейчас, Николай, вот как раз на фоне нашей заставки видно вот как раз в саму икону из вашего храма. Вот, насколько я помню, она под бронированным стеклом находится, да, и, батюшка, вот у меня вопрос касательно написания иконы, ведь, скорее всего, и так оно и есть, это не тот образ, который был, как говорится, по преданию написан апостолом Лукой, и все-таки можно какую-то историю именно вот самой иконы вот рассказать, хотя бы краток. Давайте вернемся опять немножко раньше и будем так по векам идти от нашего времени к первому веку, по которому, если читаем предания после Лука, значит, где-нибудь, ну, скажем, 60-е, 80-е, ну, до 100-го года мог написать, хотя он не дожил до этого времени. Мы знаем, он раньше скончался, был замочен. А сегодня мы имеем вот икону, которую мы сегодня видим, это в основном, это где-то 15-17 век записями. Просматриваются поздние, ранние записи, датируемые, скажем, 14-13 веком, что бесспорно, и что все абсолютно искусствоведы подмечают, что вот лик Богоматери и Спасителя, это вот то, что дошло до нас от Византии. Это Византия. Это вот 10-й, 11-й, вот начало 12-го века. Ну, представьте тысячи сотые годы. Вот уже тогда иконопись была, и икона уже была в Византии. Предание говорит о том, что она пришла из Верусалима. Там, в этих пределах, была написана тут первообраз. На протяжении вот моего как бы служения в церкви православных как священника и работы в структуре московской патриархии почти 40 лет. Мне приходилось во многих местах, бывать, да, многим другим, наверное, архиереям, и кто-то уедет, Греция, Италия, Франция, где нам показывали иконы, написанные Лукой апостолу. Это вот точно иконы. Когда мы смотрели на эти иконы, и можно сравнивать, конечно, по красоте Валдимирская никому не уступает. Скажу, что вот так, как написана эта икона, вот тот дивный образ, так не писали при апостоле Евгений Ценуке. И все иконы, которые датируются чуть раньше, скажем, восьмым веком, седьмым веком, а не помните, что век был иконоборчество, период, сколько было, сколько погибло икон. Возьмите даже ту Ирскую, которая чудом сохранилась. Она, вот сегодня у нас копии есть, которые у нас, и посмотрите на то, которые изображения, которые едва просматриваются на ее фотографиях сафонских, то это совсем иное письмо, совсем иная традиция. А если мы возьмем раньше еще, четвертый век, третий, то там вообще икон почти не было. Вообще иконы стали возможны в храмах православных только после Миланского Эдикта. До этого мы можем только знаем некоторые фрески древние из мозаичного изображения, условного изображения доброго пастыря, различных птиц, райских кущей, деревьев, а таких икон, как вот Божия Матерь с младенцем несущие в себе, Христианская церковь тогда не знала, первый и второй век. Поэтому допускаем такую вещь, что вот эта икона, она была написана с одного из тех образов, или может быть даже под ней еще есть что-то то, что осталось от того периода времени. Вот имели струки, но это мы не знаем какая она. Это дело веры. Ни к доску никто не исследовал на ее древность. Это слишком сложно сделать и нужно ли это. А где же нам на Буши вера? И кому-то нам можем что-то доказывать. То, что уже икона сохранилась до наших дней и что более тысячи лет мы наблюдаем за ней и считаем ее величайшей святыней всего христианского мира. Ведь приходят и православные со всех церквей католические делегации. Вот буквально сегодня вчера были монахини католические и прилаты приехали из Франции из Италии и все перед ней молятся и как величайшей святыней христианского мира. То есть все, кто почитает Божью Матерь, считают эту икону как бы первым образом, от которой прошло все. Есть и древние более иконы. Написаны кем они, мы не знаем. И сохранность их тоже заставляет очень о многом задуматься. Я видел иконы, которые датируются вот допустим шестым веком, восьмым, девятым веком. Ну что от них осталось? Страшно сказать. Доски, проявления нет таких красочек. И непонятно, что это. Но это просто чудо, что икона сохранилась. Вот видите, как бы прошли эти тысячелетия. Но то, что сегодня икона увидим, мы видим ясно, что она составная. Она находится из нескольких досок, которые скрипли между собой. И вот видно, что она была выносная. Там тоже внизу видно такие палки вставленные, которые были в ней. И сегодняшний вид ее, видите, она немножко, вот так, всякие-всякие зацепки, это все следы тех окладов, которые были на ней прибиты гвоздями. А так, самое главное, что сохранность арханность лика и ее, вот, как полноценные иконы, не вызывает сомнений. И она, когда в храме у нас находится, ее постоянно смотрят. Каждую неделю хранители открывают ее, раз в году ее выносят на профилактику, скажем так, когда ее полностью осматривают и через несколько дней возвращают на место ее. Вот такая святыня. И, конечно, признавать ее за кисти венгелиста Луки это радостно, но в то же время и опасно. Потому что мы с вами должны признать, что так не писали иконы в тот период. времени. Но то, что эта икона намоленная, что она чудотворная, это, я говорю, свидетель, потому что я вижу, какие чудеса перед ней и сегодня. Почти ежедневно люди приходят и уходят воодушевленные, успокоенные, исцеленные. Больше у меня слов нет об этой иконе. Давайте великая святыня. Действительно, вы знаете, даже я так думаю, что скоро посещу обязательно Триковскую галерею. И думаю, многие из наших телезрителей и гостей нашей столицы. Мы будем очень рады, потому что мне задают вопрос. И при том, задают вопрос наши хранители и некоторые вот люди, которые имеют отношение к иконе. Отец Николай, а где народ? Вот смотрите, такая святыня стоит. Где толпы, которые вот приходили на поезд Богородицы, когда приносили, когда приносили моющие первозванного. Ведь это величайшая святыня всего мира. И где же народ? Ведь храм пустой стоит. Так приходят, вот кто знает, приходят, помолятся, делегации много приходят. Может быть, не хочу никого укорить, наших православных и русских людей, но больше приходят иностранцы, дорогие, чем наших. Те постоянные, французы, немцы, англичане, японцы, толпы приходят. У нас собираются народ, ну, в праздники Владимирские. Вот я приглашаю всех, кто будет возможность прийти на праздник, спокойно прийти, храм открыт с 9 утра до 6 вечера, без билета, спокойно пройти, помолиться. Конечно, литургия, может быть, ограничена будет, чтобы не было толпы, но в принципе никаких проблем не в любой день можно прийти, перед ней поклониться. Скажите, иностранцам объясняют, что это за икона и какие события в нашей истории с ней связаны? Когда я веду экскурсию, я объясняю. Но в принципе у нас есть уже, так сказать, фухтоводы, которые знают и показывают. Даже многие вот иностранные делегации, особенно видно, что из стран религиозных, таких как католических храм, им не нужно объяснять, они сразу идут к ней. Они сразу говорят, вот эта икона, и я бы подтверждал, что вот будучи в Нотр-Дам-де-Пари, в соборе Святого Петра, в многих других соборах римских и других, первое, что я вижу, копия икона Владимирской. Она где-нибудь и находится там. То есть, они уже знают, куда они пришли, и поэтому экскурсовод только говорит общие черты, там что-то, как запрещать снимать, потому что съемку нельзя у нас. Очень много изображений есть. Изображений много, потом любую можно купить. Но это правила музейные, поэтому надо их соблюдать просто. И люди благочестиво соблюдают. Я благодарю всех, потому что, милости Божьей, за все эти годы практически не было никаких неприятностей, и все, кто наши православные, кто приходят благочестивые наши из дальних-дальних краев, с терпением выстраивают те очереди, которые бывают во время дни, когда ее празднуют. И у нас боголепие, радость и мир храм. Вот целая проблема, вы знаете, как раз касательно, вот вы так много сказали о иностранных делегациях, во многом русские люди, ну, современные, может, молодежь там, и другие люди там, по кому-то, может, не вежатся к своему незнанию, ну, как бы правильно сказать, забывают, может, об этом, не интересуются, и действительно, ну, лично я бы хотел пожелать, чтобы действительно люди смотрели на икону не только как на объект, может быть, какого-то художественного, какого-то интереса, а или как вот древняя она, вот, и 700 лет, ну, как здорово, но еще то, что с ней связано. Я думаю, что многие из наших телезрителей, может, и те, кто нас не смотрит, и в большинстве случаев, к сожалению, об этом просто не знают. Может быть, и знают, но молодежь наша, вот я многими говорил ребятами, которые приходят из школ, мне приходится везти там с ними вот различные экскурсии по галерее, к сожалению, пробелы большие, и вот то, что говоришь про историю России, и когда рассказываешь про эту икону, то люди даже не верят, что это возможно, и я спрашиваю, об учебниках есть хоть упоминания, ни одного, и это, конечно, печально, потому что, не зная своей истории, истории святыни, основных российских, трудно представить себе историю России и правильно ориентироваться в современном мире. Если мы даже, говорю, что в 1993 году икона избавила Москву и Россию от междуусобной брани, они говорят, какой брани? Вот уже ближайшие истории уже до них закрыты. Может, даже видео посмотреть в интернете? Можно, есть все это, и видео в интернете, и как ее приносят, и все интересы остали другие, понимаете, все очень поверхностно. И когда говоришь, что почитайте, ну, мы это, кто-то слышал, кто-то, но все-таки есть люди, которые профессионально уже занимаются, и кто хочет в этот истфак поступить, там приходит уже батюшку, дайте почитать книжку, там про икону, про храм, про те или иные моменты, связанные с историей России. Так что есть такое выражение в Евангелии, не вы меня избрали, я вас избрал, Господь говорит. Поэтому пусть тысячи приходят, но кого-то одного, двоих Господь всегда изберет, для того, чтобы они правильно восприняли вот ту святость, которую они сегодня видят, и изобразили это в своем сердце, и спроецировали на окружающий мир. Такие все-таки у нас есть и студенты хорошие, ребята. Так что в России не все потеряно. Есть возможность духовного возрождения, окромления и правильного миссионерства. Вообще наш храм миссионерский, потому что, как правило, и мне, и другим священникам, и нашим служителям почти ежедневно приходится читать миссионерские такие лекции. люди приходят, вот как вы видите правильно, со всех концов властей, и многие не знают, куда они пришли, почему нельзя в храме ходить в шортах, в майке, хотя написано, нужно снимать головной убор, если это мужчина, и так далее. Много таких. Когда объяснять, начинаешь, то волен-невольно вы становитесь миссионером, и рассказывая про те или иные вот иконы и события, человек чувствуется, что он уже почувствовал, что он вошел в некое сакральное пространство, что уже не просто музей, и не просто какие-то помещения какого-то храма, а просто именно, что здесь есть то, что заставляет его по-иному себя вести. Хотя реакция самая разная. Некоторые возмущаются, другие считают, что вот нужно вообще все из музеев забрать. Ну, знаете, у каждого своя реакция на свою жизнь. Но я повторяю, что Великая Святыня сама находит себе место. И сегодня мы благодарны Богу, людям, хранителям, потому что сегодняшний день показывает, что иной судьбы пока, как мы говорим, судьбожией от каждого из нас, мы себе не представляем. Что бы было, если не было музея, который основал Павел Михайлович Тротяков. Хотя он не думал, что Великая Святыня будет в его музее. Но за его молитвой и его благоговение, а в храме есть место, где стоял Павел Михайлович Тротяков. Вот то, что он намолил этот храм своим, Господь посудил сегодня этой святыней, святыней быть в Тротяковской галерее. Отец Николай, я очень благодарю вас за то, что вы нашли время прийти сегодня к нам. Желаем вам крепкого здоровья и успехов, чтобы вся ваша деятельность была действительно благо Церкви и Отечеству. последок благослытия наших телезрителей. Сердечно благодарю вас. Пресвятая Богородица спаси нас. Храни Бог. Спасибо, Господи. Дорогие телезрители, я напоминаю, что в гостях у нас был протеерей Николай Соколов, настоятель храма Сидеть Николай в Толмачах при Тротяковской галерее. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok